Вечная битва между джедаями и ситхами заставила многих из них пересмыслить себя и перейти со светлой на темную сторону и наоборот. При этом есть воины, которые внесли наибольший вклад в ту сторону, которой они преданы до конца и ни при каких обстоятельствах не изменят ей. Эти ситхи и джедаи заложили основы своих орденов, что позволило им выжить на протяжении тысячелетий войны. Вашему вниманию пять сильнейших ситхов, которые скорее умрут, чем предадут темную сторону, а затем пять величайших джедаев, которые ни при каких обстоятельствах не отвернутся от светлой стороны силы. Дарт Вишейд, император ситхов, именуемый в своей Вечной Империи как Валкарион. Темный лорд ситхов, восстановивший империю после ее уничтожения и правивший ею на протяжении более чем 1300 лет. В возрасте 10 лет он убил своего отца и спустя три года получил титул Лорд Вишейд от тогдашнего темного лорда Марка Рагнаса. Вишейд переименовал свой родной мир в Нафему и правил им на протяжении последующих 100 лет, сдерживая себя от участия в борьбе ситхов за власть и даже отступления в Великую Гиперпространственную Войну, в которой Галактическая Республика уничтожила Империю. После этого, собрав разрозненных лордов ситхов на Нафеме и пообещав им спасение от джедаев, Вишейд сделал их своими последователями и воспользовался их мощью для совершения ритуала, даровавшего ему бессмертие за счет уничтожения всего живого на Нафеме. Дарт Нихилус. Уникальная сила Нихилуса и его разрушительный путь полностью исключают любую возможность его отказа от темной стороны силы. Его врожденная способность высасывать жизнь из всех живых существ ограничивает его ненавистью, болью и страданиями, отличительными эмоциями, которые движут всеми без исключения ситхами. Более того, он является одним из величайших врагов Ордена Джедаев. Голод Нихилуса приводил его к большим собраниям джедаев, которые всегда бесследно исчезали. Во время тайного собрания джедаев на Катаре, Нихилус опустошил всю планету, уничтожив вместе с джедаями практически всю расу Миролука. Дарт Бэйн. Лорд Ситхов, единственный, кто выжил после уничтожения ситхов Орденом Джедаев, приблизительно за одну тысячу лет до войн клонов. Бэйн понял, что причиной поражения темных повелителей стала внутренняя борьба за власть. Чтобы избежать повторения их ошибок, он создал правила двух – мастер и ученик, что позволило их Ордену сохранить свою тайну, послушание и внутренний контроль. Он был полностью предан темной стороне, сражаясь с джедаями всю свою жизнь. Орден ситхов, который он инициировал, продолжит уничтожать Орден Джедаев спустя тысячу лет. Дарт Сидиус. Если бы каждый ситх был бы таким же успешным, решительным, могущественным и хитрым, как Дарт Сидиус, то джедаев не было бы даже шансов получить преимущество над своими соперниками темной стороны. Ему удалось обмануть весь Орден Джедаев и почти полностью уничтожить его. Он объявил самого талантливого рыцаря-джедая своим учеником, после того, как склонил его на темную сторону и правил галактикой на протяжении десятилетий. Дарт Плэгас. Темный лорд ситхов, обучавший будущего победителя галактики Дарта Сидиуса. Дарт Плэгас научился манипулировать мидихлорианами и добился феноменального успеха. Если бы не темная сторона силы, Плэгас никогда бы не расширил границы того, что возможно с помощью силы, поэтому его отказ от темной стороны попросту невозможен. Он был пионером в способности выживать как призрак силы после распада своего тела. Достижение могущественного ситха – самый большой аргумент в пользу существования темной стороны. Теперь переходим к джедаям. Номи Санрайдер. Очень немногим джедаям удавалось вернуть обратно к свету тех, кто пал на темную сторону. Номи была одним из многих джедаев, воевавших в Великой войне ситхов против возвышения Экзара Куна и его ученика, павшего на темную сторону улика Кельдрома. Во время войны Номи была свидетелем того, как улик убил своего брата Кея. Используя свои интенсивные эмоции и силу, она полностью отлучила улика от темной стороны. И вскоре после этого война закончилась. Митра Сурик. Решение, принятое Митрой Сурик, заставили изгнать ее из Совета джедаев, который дал ей прозвище Изгнанница, на всю оставшуюся жизнь. Но она не последовала зову темной стороны силы в решающий момент и оказалась центральной фигурой, повлекшей поражением могущественного Дарта Нихилуса. Во время поединка на крейсере Опустошителе Нихилус попытался поглотить энергию Изгнанницы, но лишь истощил себя, так как Митра сама была носителем раны в силе. Мейс Винду. Но он же служил зеркалом для энергии темной стороны, направленной против самого джедая. В этом и состоял силовой аспект этой боевой формы. Воопат превращал силу темной стороны в оружие света. Оби-Ван Каноби. Оби-Ван был взят в ученики джедаем еще в раннем детстве. Никогда не нарушал кодекс джедаев до того момента, когда позволил Вейдеру закончить свою жизнь, чтобы мирно стать единым с силой. На протяжении своего жизненного пути Каноби неоднократно сопротивлялся многочисленным попыткам соблазнить его на сторону тьмы. Всегда был спокойным, твердым, целеустремленным и храбрым перед лицом опасности. Он является примером для всех членов Ордена. Йода полностью осознавал мощь темной стороны и преимущества света. Его величайшим достижением была его вера и понимание того, что мирный разум, который постигает то, что правильно и справедливо, победит все виды зла. Орден джедаев и республика выжили благодаря своим знаниям и силам, а он стал символом надежды и благородства, посвятив всю свою жизнь делу джедаев. А на этом пока все. Мои друзья ситхи и джедаи. Если видео вам понравилось, не забываем ставить лайк и подписываться на канал. И да пребудет с вами сила! Субтитры создавал DimaTorzok